Привет всем, с вами современный брони и сегодня у нас гость, который вы скорее всего не знаете, а именно Дмитрий. Он первый, кто написал мне в личку и захотел быть опрашиваемым в этой рубрике. Ну что ж, приступим. Собственно, мы дозвонились до еще одного гостя, к сожалению, он никак не связан с уголком, вы вряд ли его знаете, но все же почему бы и нет, он мне написал в личку, поэтому вы можете сделать точно так же. И давайте же зададим ему первый вопрос, а именно Блицом рассказать о себе. Ну, в принципе, я обычный интернет-пользователь брони, ну, впрочем, ничего нового. Второй вопрос. Как ты познакомился с сериалом? Ну, если вкратце, мне было нефиг делать, я лежал на диване и вспомнил про МЛП. Типа, мелкие вокруг меня смотрели, я решил, что бы не посмотреть, и затянуло, и все. А когда ты осознал то, что ты находишься вокруг каких-то броней, людей броней в сообществе? В принципе, я всегда это знал, что есть такая, как сказать, группа людей, но никогда не ассоциируюсь к ним до последнего времени. А расскажи-ка о своем любимым деятеле в этом броне, в сообществе. Ну, для меня это очень сложный вопрос, потому что я обычно не смотрю такое. Сейчас пытаюсь помнить. Очень попробую. Потому что шлиф. Попасть провалим. Попасть провалим? Ну да, можно считать так. Ну окей, то есть ты личностей в нашем фэндоме не очень много знаешь? Да, не очень много, чтобы прям выделять. Может, когда промазались этим вопросом? А, ладно, расскажи свои деятельности в сообществе, чем ты занимаешься, что ты приносишь? Ну, обычно я создал одну группу, которая не нужна, и делаю мемы в этой группе, которые не нужны. А также сижу на стримах у какого-то ноунейма, и больше ничего. Ну, иногда лайкаю какие-то видосы. Окей, хорошо. А как ты давно в броне фэндоме находишься? Можно считать год, если половину не считать. Окей, довольно сейчас будет сложный такой вопросик. Но все же, а когда для вас с фэндомом что-то начало происходить? Когда у вас что-то начало происходить? Ну, для меня это всегда что-то происходило. Но не могу выделить, хорошо или это плохо. Ну, что-то там по-любому происходило. Как бы это странно звучало. То есть просто фэндом живет и живет, и ничего вроде бы не происходило такого уж важного. Нет, я даже не знаю, живет ли он нормально. Он просто существует, как бы, и мне нормально им находиться. Собственно, давай-ка перейдем к вопросам, которые я шарю, а я, собственно, сериальным. Сейчас будем спрашивать у вас много вопросов про сериал. Тут больше всего вопросов. Мы готовы? Готов. Собственно, первые два вопросика будут очень легкими. То есть чистая вкусовщина. Первый вопрос — это предпочтение в локализации. Вообще без разницы. Главное, что есть русский. Ну, или украинский. Но все же какие-то приоритеты должны быть. Так и доктора. Если по сабам. Если по сабам доктора. А вот по озвучке. Хороший. Ладно. Тогда, собственно, второй вопрос. Ваш любимый персонаж в этом сериале? Сейчас на основе не будет. Ну, к примеру, я скажу сейчас, как я знаю. К этому выпуску я вообще был не готов. Ну, давай пойдем по мейнстриму вставать все. В сторону? Да. Хорошо. Тогда дальше пойдет уже вопрос пожестче, придется уйдеть. Собственно, любимая серия? Первые две серии восьмого сезона. Да, там типа новые персонажи. Ура! Очень интересный выбор. Не то, чтобы я его не одобрял, но все же. Двухсерийник начинает всю эпопею восьмого сезона. Просто сам выбор довольно непопулярный. Да я бы сказал, что никто его даже в хорошие двухсерийники не записывал. Ладно, сценаристы там Николь Дюбик и Майкл Фогель. Один довольно неплохой сценарист, а другой Нуфак с новыми персонажами. Ну, не любят тут в основном Николь Дюбика. Ну а вообще, сам Двухсерийник довольно полон на события и неплохо начинает сезон, который как-никак связан с этим. Только первые семь серий вообще не про то. Ну ладно. Ну окей, хорошо. Тогда максимально противоположный вопрос. Нелюбимая серия. Четвертый сезон, двадцатая серия. Четвертый сезон, двадцатая серия. Когда он просто бомбит от нее нереально. Пробратив флэм, который там торговали водой. Не знаю, просто ты хочешь разбомбить все, что попадется. Двадцатая серия четвертого сезона. От Хаббера. Забавно. Не сказать, что прям уж худшая серия, но довольно скучновато. С интересной, но бьющей в лоб моралью не врать. Тут такая серия, что вот прям нечего сказать. Серия как серия с флэмом и флэмом. И, конечно же, с песенкой. Ну и гиперактивная бабуля. Ну, почему бы и нет. Ладно, хорошо. Тут ты отвечаешь вопросы очень быстро и очень неожиданно. Окей, сейчас берем заруб побольше. Поэтому переходим к целым сезонам. И давай-ка рассказывай про свой любимый сезон. Вот третий. Только на ум укрутится и все. Только пятый на ум укрутится. Третий сезон. Что ж, ну люди вкладывались туда, как могли. Ибо для них он был последний. Все, больше не будет. Поэтому бедный Инграм выжил из себя. Все и выдал просто множество годных песен на третий сезон. Забавно, как он в тот момент не ожидал, что ему по сути надо будет сделать еще песен на будущие шесть сезонов. Ну а так, да. Маленький, да удаленький, как говорится. Хорошо. Тогда шестой вопрос. Нелюбимый сезон. Чё ты фатай? Потому что там, не знаю. Потому что там где в живой серии. И мне не понравились эти мутки с ключами и дневником. Нет, не с ключами, а именно с дневником. Ну типа, первый раз, когда я посмотрел, думаю, ууу, тупо, чтобы хоть куда-нибудь записывать эти вот дружбы уроки. Селестия отправляю, а теперь они книжку отправляют. Типа, жалко, пародия. Ну. Забавно, как во второй раз, четвертый сезон у меня называют худшим сезоном. Возможно, из-за того, что он не похож ни на старые сезоны, ни на новые. Какой-то гибрид того и сего. Маккарси хотела сделать интересный переходный сюжет, но, похоже, не на всех это подействовало. Четвертый сезон, боюсь, улик с вами не согласится. Окей. Невероятно, но, как-никак, Азбуру нам подарила целый мультфильм в кинотеатрах. Вот, и все мы дружно ходили туда в семнадцатом году, но ты еще не был дома, к сожалению. Но все же, как у тебя отношение к мувику? Мувик я смотрел только через интернет, потому что мы живем в жопе, ну, я живу в жопе, и поэтому не смог его посмотреть, его в кинотеатрах, его вообще не показывали. А посмотрел я уже по-под, так что нейтральное. То есть, нормально. Отношение к мувику, ну да. Ну, как бы просто прикол в том, что мувик сливит долг, пока за его вообще во всем мире. А я вообще не знал, что он существует. Отлично. Так, стой, погоди. А, ты же в броне был в восемнадцатом году, я это понимаю. Да. А тебе это просто половину года я смотрел. Пересматривал, всякой фигня занимался. И парился над очопкой. И все. Понятно. Ладно, и последний такой вопрос, который на рассуждение, это, собственно, ваше видение будущего. Невероятно, но сегодня происходит год, когда последний раз выходит МЛП. Вот буквально сегодня вселится предпоследние две Slice of Life серии, и дальше пойдут еще две Slice of Life серии, которые все последнее будут. Поэтому давай рассказывать про будущее. Ну, думаю, что-то будет плохое, к примеру, половина уйдет или не уйдет, короче, очень туманно, если в двух словах. Дальше пойдут близопросы, очень опасные. У вас будет всего лишь одна минута, чтобы ответить на каждый вопрос. И, собственно, начинаем. Первый вопрос. В какой половине первого сезона мы впервые встречаемся с СМС? Слажный вопрос для меня. Ты смотри, в количестве на хз когда. Допустим, в первой половине. Окей, молодец. Вот, хорошо, отлично. На первый вопрос ты ответил. Собственно, давай-ка второй вопрос. Примерно про что была самая первая песня во втором сезоне? Затрудняюсь ответить. То есть, не знаешь? Да. Собственно, это была песня восьмой серии. Получается, Флутершайр и Мблдэш пели про то, как им выбрать питомца. Ладно, окей, на второй ты не ответил. Дальше, в принципе, пойдут вопросы чуть полегче. Давай-ка, расскажи-ка, почему Спайка уважают в Кристальной Империи? Он спас ее дважды. Или один раз. На самом деле, пока сезона. Он спас ее, как минимум, один раз. А, как? Там что-то с Кристальным сердцем в мутке. Короче, он подставил сердце, и что-то прям случилось, и Кристалмболь вздох. Или отступил. Водя, отступил и двух. На второй раз. Второй раз. Там... Вроде там он что-то с чеченками делал, если не ошибаюсь. 0,5 балла ты зарабатываешься. Это вопрос, в принципе, на счет первого ты прав, да. Он там спас от Сомбры. Он просто схватил это сердце и упал. Но его все равно признали героем Кристальной Империи. А второй раз это были кристальные, или как там, экстрийские игры. И там на кристальных пони падла гигантская глыба ледяного облака. И он его сжег. В каком сезоне Твайлетт вспоминает о своих старых друзьях? Пят. Молодец. Также давай-ка спросим тебя пятый вопрос. А именно имя пони, что подарила ключ Рерити? Да, высокая. Как ее там звали? Кит, можно сдам все? Я вообще имя не запоминаю. Особенно такие, как у нее. Окей, это была Кукупа Мэри. Ладно, тогда шестой вопрос. В каком сезоне мы впервые узнаем про Древо Гармонии? В втором. И ваш окончательный ответ? Один. Тьфу, какой один? Два или три где-то так. Мне кажется, это две. Давай три. Окончательный ответ три. Третий сезон. Окей, вы ошиблись. Это был четвертый сезон. Седьмой вопрос. Про что был прошлый сезон? Сюжет и вылетел. Сюжет и вылетел. О, нет. О, нет, нафиг. Какой? А, и ваш окончательный ответ. Сдаюсь. Школа дружбы. Восьмой вопрос. Назвать как минимум двух старых подруг Твайлд. Я их описание могу только одной. Какая там, которая хики заперлась у тебя там в очках, которые... Я ее имя не знаю, но верю только перед глазами обувь. Что ж, Мундэнсер, Лимоншайн, Лира, Минуэт и Твинклшайн. Вот как-то так. Ну ладно, я могу вам добавить на целых двидесятых баллов. Девятый вопрос. Про что была серия, где была песенка Смайл? Про песенки я вообще сливаюсь. Допустим, про... Про кого? Смайл, улыбка, а... Про грусть, которой улыбка должна быть, но нет. Это сложно, короче. Я не знаю, я вообще не знаю, что это за песни. Я их вообще не запоминаю, эти песни. Эта песня, собственно, была в серии про Крэнки Дуду. Прикол в том, что эта песенка вообще не связана как бы с самой серией. Просто Пинки захотел запеть эту песню. Ну как, она косвенно вообще, очень мелко как-то связана с этим. То, что Пинки будет рвать все ради улыбки. Но все-таки, да. Собственно, последний, десятый вопрос. Перечистить всех представителей Юнг Сикс и их расы. Смолдер, Галл, Йона, Сильвестрим. Как же там уже жука назвали. Ацелус? А он еще не назвал. Как всегда, я его забываю. Он мне нужен. Ты еще раз и должен их назвать. Я же сказал. Как же его там? Могу дать подсказку, как будет на английском песок. Я же назвал Санбар. Ты назвал Санбар. Да, я назвал Санбар. Вторым. Ой, третьим. Вот. Есть Галл, Сильвестрим, Йона, Санбар и кто-то... Еще кто-то. Галлус, Йона, Санбар, Ацелус, Сильвестрим. И кофе не помню. Подсказку, какого он... Какого он... Какого он... Рода? Или как его? Какого этот персонаж расслабил? Так ты должен как раз отвечать. Можно подсказку? Я про это. Окей. И раса у нее дракон. Смолдер. Теперь давай... Я ее назвал. Ну да, ты ее назвал. Ну ладно. Давай-ка это, раса-то. Кто-то есть кто? Я здесь сейчас покручиваю. Кто? Галл, Сильвестрим, Йона. Ай, сложно. Сдаюсь. Но с 6-го я не вспомнил. Окей, хорошо. Ну что ж, Сэндбар, Земной Пони, Галлус Грифон, Сильверстрим гиппогриф, Оцелус Ченджлинг, Йона Як и Смолдер Дракон. Вот так вот, ребята, не забудьте это указать в резюме, когда будете записываться на какую-нибудь работу. Короче, добавлю балл. Тут у нас три вопроса, и один балл. Ай, и кого я не назвал. Так, окей, хорошо. Сейчас посмотрим, сколько ты набрал балл. У вас три из десяти. Ура, хотя бы не параша, не двоечка, не гол. Окей. Собственно, последний вопрос, что бы ты хотел мне задать? Какой вопрос? Умеешь ли ты есть палочками? Слушай. Да, которые... Китайские палочки вот эти. Во-первых, я сушу не ем, я их не люблю. Но я думаю, ответ очевиден, что нет. Да. Попробуй и споить. Своими палочками этими. Ты в аду, в ад побываешь. Первые две серии восьмого сезона. Да уж. Да я тут мелочь держал, и ты вот так вот неожиданно ответил. Первые две серии восьмого сезона, то есть вот. Да, там типа новые персонажи. Ура! Блин, чувак, ты понимаешь, ну табуне вот так вот не надо лучше рассказывать. Надо табунять тебе, блин, погибли. Поэтому я там, поэтому меня там сразу на крест повесят. Вот, поэтому... Чё, не заходи на табуне. Ты зарегистрируешь там аккаунт? А я там уже был. Я там есть, но я там ничего не пишу. Поэтому я до сих пор жив. После этого... Ты же не используете лентапон. Придется использовать VPN. Ничего, я в КГЗ.